Всем огромнейший привет, девчата и ребята! Сегодня выкладываю отчёт по тем деньгам, которые девчата мне скидывали на карту банковскую для кота Бандераса, который травмирован был, пока где-то гулял по окрестностям нашего села. Кот не наш, но теперь он у нас на попечении. Теперь мы его как бы попечители, хозяева, не знаю, как нас ещё назвать. После того, как я предложила девчатам сбросить денежку на карту, кто может, кто хочет помочь, отозвались три человека, девочки, и в общей сложности сбросили мне на карту 650 гривен. Мы коту кололи прозерин. Изначально нам был установлен неправильный диагноз, хотя там явно было видно, что у кота травма, но местная ветеринарша не соизволила как следует обследовать кота, в смысле хотя бы его пощупать, хотя бы по спине у него провести. Она бы поняла, что там. Изначально она поставила диагноз понос, потому что кот приполз к нам мокрый, там опрокинул на себя водичку из ведра, и у него и на самом деле тоже в том числе был и понос, потому что неизвестно, где он какую воду пил, что он ел, вообще непонятно. Его не было дома четыре дня, он не появлялся. И да, она нам поставила диагноз понос. Понос, и я, конечно, с ней немножко поспорила, но не стала прям загрызаться, понимаете, потому что мне понравился такой диагноз понос. Думаю, ой, как хорошо, всего лишь понос. И мы поехали домой лечить понос. Лечили-лечили понос, состояние кота не улучшилось, девочки в чате. Предложили проколоть прозерин, там он и при атонии мочевого пузыря, что у нашего кота все-таки есть, и при том, и при чем. В общем, для вот таких вот случаев, он там нейронные какие-то связи улучшает. В спинном мозге вообще мозговое кровообращение улучшает. В общем, не будем углубляться. И еще в нашем городке здесь нет рентгена, нет УЗИ для животных. То есть обследоваться мы не могли. Мы прокололи месяц этот прозерин, улучшения совсем минимальные. Где-то там какие-то рефлексы у него раскальзывали. Мы думали, ну вот-вот, может быть, лучше и лучше будет. Но нет, улучшений нет. Вот где-то прошло уже около месяца. Видя, что такое дело, состояние кота не улучшается. Он нуждается в памперсах, он нуждается еще в дальнейших обследованиях. Мы нашли в городе Каменске клинику. Потом скажу ее название. Туда два раза в неделю приезжает доктор из Днепра. В общем, мы обзванивали все клиники в этом Каменске. Искали какого-то врача. Не знали, что мы ищем, где. Там трубку не берут, там еще. В общем, целое дело. В итоге один врач, ветеринар, предположил, что толку с кота не будет. Я говорю, ну а вдруг, ну а если? Он говорит, ну обратитесь вот в эту вот клинику, там делают хорошо рентген. И я позвонила в эту клинику. И мне сказали, что к ним приезжает два раза в неделю травматолог. Именно травматолог. Так, буквально вот, например, сегодня я звонила. И на следующий день, то есть сегодня мы сразу поехали в эту клинику к травматологу. Он сделал рентген, девочки. И это все. Я надела специально темные очки, потому что вдруг буду плакать, чтобы это было не так наглядно. Он сделал рентген котику. Я вот прикреплю фото этого рентгена. И вы сами все увидите. Этот ужас. Хребет у кота переломан. И еще в него стреляли. Видимо, из воздушки в лапу вправую, которая у него была до этого переломана. И, видимо, когда его чем-то ударили по спине, перебили ему хребет, видимо, тогда же и стреляли из воздушки. Потому что врач сказал, что там вот дробинки в лапе беленькие, вот такие вот точечки. Он говорит, это пуля. Там вот у него и лапа переломана со смещением. Ну, в общем, это ужас ужасный. И по-другому я не могу сказать. Ужас просто ужасный. Какие уроды это могли с ним сделать, с этим бедным котом. Я не знала просто. У меня не хватает слов для выражения. Это надо быть какими тварями. В общем, девчата и ребята, фото рентгена я выкладываю. Я могу долго рассказывать всего. Правда, особо долго с нами доктор не разглагольствовал. Но вот так вот на эмоциях можно много чего рассказывать. Но картина вообще печальная просто у кота. Доктор сказал, что там у него ничего не исправить. Просто ничего не исправить. Кстати, там у него со смещением и лапа поломана. Он тогда у нас отлеживался, пока это все там как-то у него. Так, девчата и ребята, показываю вам чеки, которые нам выдали. Сегодня 9 августа 2024 года. Потратили мы в этой клинике 700 гривен. И куда мы это все потратили? Консультация травматолога 350 гривен. Рентген снимок 1. 250 гривен. Итого 600. Кроме этого, девчата, вот питомец Бандерас, кот Метис. У нас, понятно, кот Метис. Кроме этого, мы потратили еще 100 гривен на подкачивание мочи без катеризации. 70 гривен. И перчатки без пудры 10 гривен. И пеленка 20 гривен. Итого 100 гривен. И получается 600 плюс 100, получается 700 гривен. Мы потратили. Девчонки мне сбросили 650 гривен. Так что вот так вот. И вот этот чек у нас, девочки, на 700 гривен. Клиника Алведзо. То наш доктор, доктор Прокопенко Александр Борисович 9. 2008-2024 года, вот его подпись, дал нам вот такой вот план лечения. Питомец, кличка Бандерас, кот породы Метис, самец, возраст лет, неизвестно сколько лет, анамнез. Месяц назад случилась травма, парез задних лап, атония мочевого пузыря, атрофия мышц задних лап, понос. На рентгене перелом позвоночника с анатомическим прерыванием. То есть там, даже если бы была операция, то не факт, что что-то бы там восстановилось. Рекомендация спинного мозга, то есть анатомическое прерывание спинного мозга. Диагноз, обследование процедуры, медикаменты. Рекомендация массаж мышц задних лап, активный и пассивный, плавание. Ну да, так и поплыл наш Бандерас. Опорожнение мочевого пузыря два раза в сутки. Почему-то тут мне написали два. Постоянно, то есть утром и вечером, он сказал. Врач Прокопенко Александр Борисович. Дата 9.08.24 года, то есть сегодня. Отчетик я сделала, девчата. Ну там вы видели, доктор рекомендует коту плавать. Плавать. Я думаю, редкий кот любит плавать. Еле довезли того кота туда-обратно. Орал, дряпался, боялся. В общем, страшно ему было, жарко. Ротик открывает, пить не хочет, есть не хочет. В общем, целая история. Пока довезли кота, думаю, господи, хоть бы кот доехал. Но доехал, все нормально, кушает. Вот. Самая большая проблема, девчата и ребята, это то, что мне придется отжимать коту мочу из мочевого пузыря. Потому что врач говорит, ну, в общем, кто хочет, посмотрите. Отдельное видео, наверное, будет то, как мы были на приеме у врача, что он нам говорил, что да как. Врач сказал коту, нужно ходить в памперсе, чтобы не было мочевой гангрены. Какое мочевое гангрена, то ли если он будет писаться на лапки, может начаться мочевая гангрена, то ли так. Я не поняла, как это может быть мочевая гангрена, если кот не будет ходить в памперсе. Но я смотрю на видео, у многих коты спинальники ходят в памперсах. Видимо, это рекомендация полезная в памперсах. Зашли в магазин, узнать, сколько стоит памперс именно для животных. С хвостиком, с дырочкой, вот этой прорезной. Один памперс стоит 26 гривен. Ну, то есть даже если использовать хотя бы один памперс в сутки, это где-то 800 гривен в месяц. Ну, сами понимаете, да? Месяц не один, кот же собирается жить, вроде бы, что у нас. Это 8000 гривен в год получается на памперсе. Минимум. Это минимум. Коту нужен корм. Корм желательно покупать хороший. Хотя я сегодня купила 300 грамм корма, забыла, как он называется, девочки. Не роял канин, а какой-то другой. С ягненком 300 гривен килограмм. Дорогой. Потому что у кота почки под ударом. Из-за того, что у него мочевой пузырь не опорожняется сам. Может быть, начаться воспалительный процесс. Может быть, инфекция образоваться. Но, в общем, почки надо беречь коту. И поэтому желательно коту кушать дорогой корм. Подороже. Или хотя бы смешивать. Я купила ему 300 грамм. Но он в машине съел, когда был голодный. А вот дома я ему предложила этот корм. Потому что он не пахнет, как тот, который мы покупаем подешевле. Мы покупаем где-то гривен 70 килограмм. Панкот. Наш украинский, по-моему. Панкот. Он что-то не очень на этот дорогой. Потому что запах другой. И он, видимо, не понял, что это такое. Ну, он-то понял, потому что он съел в машине, как я говорю. А вот дома он уже носом крутил. Ну, или буду смешивать с этим паном-котом. Смешанный съел. Смешанный девчата съел. Ну, тут даже не в том дело, нравится ему или не нравится. А ему надо. Так что, все, девчата. Официально наш котик спинальник. Операция ему не показана. Не рекомендована. Ничего такого. Деньги на операцию собирать не нужно. На что коту, как я уже сказала, коту нужны памперсы и хороший корм. Надо подбирать хороший корм, который он будет есть. Потому что надо стараться это сделать, чтобы кот ел хороший корм. И у него не случились никакие мочевые гангрены. Вот. В общем, хочется устроить коту качественную жизнь, насколько это возможно. Чтобы он не страдал. Сколько протянет. Если коту станет хуже намного. Если у него начнут почки, отказывать. Или там вот эта вот инфекция. Ну, врач там говорил. Он говорил, что самая большая проблема спинальников, это, конечно, почки. Восходящая инфекция, которая может из мочевого пузыря попасть в почки. И это самая большая проблема. Нужно не допустить этого. А для этого надо отжимать. Мочевой пузырь. Опять же, корм хороший. Есть еще специальный корм урина. Урина там какой-то. Памперсы носить. Чтобы не было вот этой мочевой гангрены. Как я уже сказала. Не знаю, наверное, в пятый раз это повторяю. Но я уже не помню, что я говорила, что нет. Ну, в общем, девчата, ребята, если вам не жалко, если вы можете, если вы умеете. В общем, здесь очень много «если». Но я хочу сказать, что под моими видео всегда будут висеть карты для кота Бандераса. Я всегда буду предоставлять отчеты, куда я деваю деньги. Поэтому, девочки, я, наверное, не буду стесняться. Буду предлагать, напоминать. Вдруг кто-то сегодня не может, сможет завтра, может, через месяц сможет. Но пока кот с нами, я это буду делать. Извините, пожалуйста, но у меня нет другого выхода. Я хочу помочь коту. Если котику станет хуже, если его подведут почки, мочевой пузырь, если внутренние органы, там, что-то пойдет не так, если он начнет мучиться, то, конечно же, придется кота не мучить, чтобы зачем страдать. Пока он в настроении, кот веселый, кот ест, пьет, аппетит хороший, какает, извините. Ну, пеленки тоже, конечно, бы на пеленке тоже не мешало бы, потому что вот эти вот стирки бесконечные, этих полотенец, которые мы подкладываем под него, это все, конечно, запахи пеленки. Это более, конечно, все гигиенично, как говорится, но они тоже дорогие. Ну, в общем, пока что кот живет и здравствует. Дальше будет видно, девчонки. Все. Наверное, я больше ничего не буду рассказывать. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, задавайте, я всем на все отвечу. Я не думаю, девчата, что эта котячая тема очень многим интересна, но я знаю, что очень многие кота Бандераса полюбили на моем обзорном канале, ждали его, даже просили показать, где он, спрашивали, что да как. Я думаю, многие не останутся равнодушными. Ну, в общем, привет вам от Бандераса. Всем спасибо, девчонки. Спасибо за те денежки, которые девочки уже сбросили. Теперь, девчонки, общими усилиями мы знаем, что с котом, что помочь ему нельзя. И можно только улучшить его жизнь. Вот так вот. Ну, значит, так распорядилась. Вселенная. Мы зашли сегодня в зоомагазин. Взяли коту вот такой вот памперс. На пробу один памперс стоит 26 гривен. Ну, я думаю, одного достаточно на сутки. Я попробую делать ему туда какие-то подкладушки, какие-то, возможно, тряпочки. Но тут же дело не в тряпочках, а в том, чтобы моча впитывалась и как можно меньше касалась его шерсти, лапок. Ну, в общем, вот тут в том дело. Вот такой вот памперс. Здесь дырочка для хвостика. Все как положено. Фирма. Тоже я снимала фирму. Я не знаю, в каком это видео будет. То ли я это видео отдельно сделаю, то ли одним. Я не знаю, как это лучше сделать, девчата. И, ребята, я не знаю, на какой канал это выложить. Потому что мне, по-моему, деньги скидывали и со влогового канала. Женщина. Или только с обзорного. Вот я уже запуталась. Вот такой вот памперс. Их еще надо научиться одевать правильно. Так что, девчата, помогайте, чем можете. Кто может. Не откажемся ни от какой. Даже самой минимальной помощи. И вот 300 грамм вот такого вот корма. Очень хорошо пахнет корм. Вкусненький, наверное. Но Бандерас еще к нему, я думаю, не привык. Возможно, и не надо ему привыкать. Потому что, ну, очень дорого. Килограмм 300 гривен. Да. Вот такие вот наши покупочки сегодня для котика. Памперс и 300 грамм корма. И получается это, наверное, чуть больше 100 гривен. Вот так вот. Вот наш котик в памперсе. Ну, я не пойму, я правильно его одела или нет. Или он на него большой. Не нравится ему, конечно. Ну, вот хвост. Вот хвост. Здрасте. Вот тут вот сам памперс. Кто скажет, я правильно же его одела? Я памперсы в своей жизни не одевала. Вот эта штука должна здесь быть? Спереди? Ну, мне кажется, он или большой на него. Что-то тут, не знаю, как-то. Ну, ладно. Подскажите. Где должна быть вот эта вот прокладка? А? Что это, Бандерас, у тебя? Боже, боже. Не особо нравится, вернее. Дело близится к осени. В коробке он не хочет сидеть. Вот ему вздумалось вылезти. Ну, вот мне вздумалось на него одеть памперс. Думаю, может, ему так лучше будет в памперсе. На кровати лежать, знаете. Не так страшно. В коробке неохота сидеть, Бандерасу. Да? Да? Бандерас, где набраться памперсов? Ммм? Как жить будем? Одевать ему тоже не нравится. Я сегодня его отжала. Вчера отжала мочевой пузырь. И сегодня отжала. Ну, опять же, я не знаю. Желательно, конечно, все отжимать. Получилось у меня или нет? Не знаю. Ну, так хорошо. С виду хорошо отжались, да, Бандерас? С виду хорошо. Что это тут спадает что-то? Я ничего не пойму. А, это не спадает. Это у него... Ай! Ну, вот. Видите? Он еще не привык к памперсу, как в нем жить. Он покушал. Теперь умывается наш котик. В общем, как мы живем с нашим котиком? В общем, получается, что? Котик покушал. Это у нас уже подготовка ко сну. Вечерняя. Котик покушал. И хочет вылезти из своего ящичка. И для того, чтобы он не вылазил из ящичка, я должна положить свою подушечку. И вот буду лечься рядом. Понимаете? Это что-то такое. Это чтобы котик не вылазил из ящичка. Вот он сейчас умоется. И я надеюсь, он задрыхнет. Часиков до 4 утра. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая лапка под руку попадается, такую я разминаю Как только выпадает свободная минутка, да, Бандерас? Уши, да? Уши чешутся, что-то там в ушах Закапать Надо закапать, наверное Вот, видите, какой активный Почему это так активный? Сегодня то ли после этого лекарства такой активный Ну ладно, спокойной ночи Красотенок Ой, смотрит там на этого Смотрит на Тобика Котенок, красотенок Передай девочкам привет У него свои мысли, свои дела Да? Пошел, полез, полез На этом буду заканчивать свое видео Всем спасибо за просмотр Спасибо за помощь За уже оказанную И, возможно, будущую помощь Всем мира, добра, спокойствия До встречи в новом видео Пока-пока